всем большой привет и добро пожаловать на мой канал связи с ситуацией в мире можно так даже сказать я бы хотела на тему саморазвития наверное как-то более усилить этот плейлист на эту тему что выпускать видео просто делиться с вами тем что я по крайней мере узнаю потому что в наше время чем максимальнее мы будем уметь контролировать свои какие-то эмоции свои какие-то чувства свои какие-то свою в общем осознанность можно так сказать тем мы будем быстрее приспосабливаться к этому миру да стекать все-таки каких-то своих целей идей и будем испытывать хоть какое-то счастье даже несмотря на то что происходит в этом мире наверное это невозможно наверное это очень сложно но так сказать мир нас ставит в такие рамки что это уже необходимость и я говорила что я увлекаюсь сейчас религией и все-таки восточные традиции не нравится больше потому что там именно если эти вот знания не просто о молитве о молитвенном чтении которая безусловно помогает все очень здорово я честно говоря никогда раньше не чувствовала такого эффекта то есть я знала молитву из православия да мне бабушка была молитвенница и она меня училась десяти лет то есть я знала отче наш и когда мне было очень-очень страшно или очень очень больно я ее повторяла всегда просто автоматически даже не задумывалась от самого текста и на востоке есть скажем так практики которые помогают приблизиться к уровню скажем так где у нас спокойный ум там у нас все вот эти наши гормоны эмоциональные да они успокоены то есть все немножечко так баланс приведено вот и благодаря этому собственно говоря молитвенное чтение становится более эффективным вот и я немножко хотела поделиться на эту тему раньше мы с вами говорили больше про психологию наверное больше про такие моменты как психотерапия да то есть там работа со своими эмоциями в плане там страха да там обиды каких-то желаний наших и так далее то здесь я уже буду наверное говорить более про высший смысл жизни человека да реально я верю что высший смысл человека это осознать себя душой в конечном счете осознать вечного бога и наши взаимоотношения с ним как бы это может быть странно не звучало если вы вообще никогда не увлекались абсолютно никакой религией духовностью и так далее для вас может быть это будет шоком для тех кто уже более-менее увлекался конечно же у нас центр йоги наверно на каждом углу куда центр йоги имеется то есть я думаю сейчас это популярно вот ну и так как я не знаю сейчас даже если вы работаете даже если у вас есть деньги сейчас такая ситуация в мире что если вы на стрессе ну скажем так эмоционально вы взвинчены то какой смысл да то есть понятное дело деньги зарабатывать надо и я понимаю что я этот канал оставлю именно также для делиться что там у меня по векторной графике да в принципе что мне на стопах там и не знаю стоки уйдут с россии не уйдут там напишите кстати в комментариях просто из какой стороны вы меня смотрите все видела что у меня россия украина смотрит ли сейчас украина интернет я даже не знаю честно говоря но вот россию обрушиваются санкции одна за другой я видела там депозит фотос он не будет продавать на русский рынок я не знаю касается ли это авторов или не касается в общем до времена идут такие неоднозначные времена идут в принципе все страны мне кажется столько денег тратят на вооружение даже сама россия производит оружие то есть наивно было полагать что мы все будем такие прям цветочки до высаживать и все радоваться солнышку нет конечно если оружие производилась рано или поздно где-нибудь она рванула бы да просто война наконец-то ну не война а или война так уже до все говорят докатилась до наших с стран да то есть раньше просто воевали других странах да то есть там не знаю израиль и палестина вообще там 50 лет воюют или сколько там 100 лет китай тоже с тибетом воюют уже более 70 лет действительно в этом мире война это такое ощущение что стало привычным нормальным делом просто это докатилась до наших стран и теперь для нас это более остро что ли ощущается так вот вернемся к практикам до которые я просто теоретически расскажу и дальше я уже посмотрю насколько я буду действительно делиться тем что я реально делаю так вот первое что мне помогает да просто даже на уровне осознания что все наши гормоны это даже биология это даже врачи подтверждают что все наши эмоции все наши гормоны они связаны напрямую с телом да то есть если у нас в теле много гормонов то я испытываю какие-то эмоции и чувства если у нас гормонов поменьше да то я испытываю меньше всяких эмоций и чувств у меня меньше там мыслей на эту тему и так далее. Ну, конкретный пример, да, то есть с кортизолом, все знают, кортизол это гормон стресса, и там с тестостероном, да, это наши, не знаю, тоже гормональный фон наш, и у нас тысяча всяких там гормонов. Так вот, на Востоке есть целая философия, да, как, скажем так, сбалансировать все эти железы, которые у нас вырабатывают гормоны в теле. Я понимаю, что все знают, что такое уже там упражнения, йога, асаны, но я никогда не думала, что это реально работает, и это реально имеет какой-то вот смысл, кроме как фигуру сделать лучше или какой-то просто эстетический вид сделать лучше и так далее, что это имеет реально какую-то практическую конкретную позицию. Так вот, я начала это делать, и действительно, ну, помимо того, что там выпивать литр воды там в день, да, вода тоже, то есть она, чем быстрее у нас не омывается, а очищается кровь, да, то есть пополняется тело водой, тем тоже гормоны просто вымываются из тела. Сейчас, когда, мне кажется, мир охвачен стрессом, это вообще очень жизненно важно. И самые простые упражнения реально самые простые упражнения, это сложиться пополам, ну, то есть насколько у вас хватает гибкости, да, мостик, то есть мы все эти упражнения знаем вообще с самого детства, еще когда-то слово йога даже не знали, но вот эти все упражнения, они реально работают. Сюда еще относятся, вообще, в принципе, любая физическая нагрузка на тренажерах, потому что тоже, когда мышцы, я так понимаю, сдавливаются, то есть мышцы напрягаются, гормоны выбрасываются в кровь, и если вы пьете воду, они уходят из организма, то есть происходит такая адекватная циркуляция в организме, ничего не застаивается, гормоны не влияют на наш мозг так сильно, то есть это все становится таким вот, знаете, река, которая все вымывает из себя, если все это делать. И мне кто-то писал в комментариях, что выход из депрессии помогает спорт, там, ну, не качалка, ну, качалка, да, мне писали, то есть физическая нагрузка, и я вам покажу тренажер, который мы себе заказали, а у нас два даже тренажера сейчас есть, и я на них занимаюсь по утрам примерно 20 минут, и мне реально это помогает, чтобы просто чувствовать себя в тонусе, то есть действительно, еще я садгуру слышала, да, я сейчас смотрю садгуру, он говорил, что все, ну, ему приводят детей, например, в депрессии, и он говорит, у меня два, два самых первых решения, да, просто для каждого ребенка. Это первое, сделать какую-то физическую нагрузку, то есть, там, теннис, не знаю, там, футбол, баскетбол, там, волейбол, все, что нравится ребенку, все, что ему, как бы, главное, чтобы это был активный спорт, активное движение. И второе, музыка, он сказал, ну, музыка нас вдохновляет, заряжает, да, та музыка, которая ему нравится, отдать его играть на каком-то музыкальном инструменте либо просто танцевать, то есть, что-то связанное с музыкой. Первое – это спорт, второе – это музыка. Садгуру сказал, что 90% детей выходят из депрессии, когда они начинают этим заниматься. И действительно, я тоже при себе это заметила, когда я ввела спорт, ну, и пение, я думаю, в любой традиции поют, ревьюзные традиции поют, так как мне сейчас нравится больше всего движения Харе Кришна, там тоже есть пение, то есть по утрам обязательно полчаса надо петь и бить в тарелочке. Вот я все это делаю. Может быть, это мое молитвенное чтение очень, там, да, на плохом уровне, но сам по себе вот этот вот факт, да, какого-то действительно музыкального такого сопровождения в моей жизни и плюс какой-то спорт, оно действительно дает какой-то позитивный тонус. На самом деле, я понимаю, что если я буду, как бы говорить, открыто, да, обо всех там своих каких-то увлечениях духовностью, да, то для людей, которые никогда этим не увлекались, это будет как дико, да. Это я помню ту же самую эмоцию испытала, когда Евгений Попов, да, я смотрела сайтостроение, училась на его сайте по его курсам, у меня было дикое доверие к этому человеку, там, около четырех лет я просто нон-стоп его смотрела, то есть утром, вечером, днем, то есть засыпала, просыпалась, то есть у меня был просто реально фанатизм, я очень страдала, ну, примерно как векторной графикой, да, то есть у меня есть такая черта, что у меня вот до фанатизма доходит, прям вот до фанатизма лютого. Вот. И я помню, когда он начал увлекаться транссерфинг реальности, это тоже такое эзотерическое движение, тоже мне так все очень нравилось, ну, уже после, и там он вел даже проект новый по Кайзен, да, то есть по такому некому саморазвитию, там было уже питание, уже философия, уже там менялся образ жизни, то есть и он делился какими-то 10-минутными зарисовками, что он делает, что ему помогает, какие у него результаты и так далее. Так вот, внимание, мой чисто материалистичный ум, прагматичный, который вообще никак не впитывал в себя хоть какую-то, знаете, эзотерику, я подумала, что все, на этом точка. И я действительно, у меня настолько, что ли, вот, не то, что потеряла доверие, да, то есть я вот говорю про свои эмоции, на ту секунду я просто, ну, срефлексировала, и я это помню, что у меня было вот это вот, фу, да как, такой умный человек говорит мне такую ерунду, да как такое возможно вообще, вот, я доверяла вам, а вы, да, ну, вот у меня были такие вот эмоции. И я, помню, это даже бросила смотреть Кайзен, да, я не смотрела Кайзен так особо, не читала тогда трансерфинг реальности и, в принципе, не шла с ним в эту сторону. И, наверное, только через три месяца, ну, или через полгода, я уже не помню, я помню, возвращалась, уходила, возвращалась, уходила, возвращалась, уходила. И я помню вот эту вот эмоцию, разрыв шаблона внутри себя, что как так, такой умный человек и говорит на такую ерунду. Я понимаю, что, возможно, на моем канале будет примерно такая же ситуация, что я говорила на какую-то реалистичную, реальную, практичную тему, да, зарабатывание денег, как бы это адекватно. И тут я начинаю говорить про какую-то эзотерику, а уж тем более религию, да, это уж, наверное, вообще самый спорный вопрос, который есть в этом мире. Я начинаю говорить на эти темы, да, то есть саморазвитие в сторону психологии еще куда не шло, да, это большинство людей воспринимает, и большинство людей это как бы понимает, что это где-то в этом польза есть. То есть с точки зрения религии или духовности, да, то не так очевидно преимущество или не так очевидно выгода, поэтому тоже могут возникнуть протесты, могут возникнуть или какое-то такое отторжение, возможно, даже. И только исключительно на доверие, что если вы раньше меня смотрели, и вам было полезно то, что я говорила, вы применяли это, вам действительно это помогало зарабатывать деньги, а так как я, ну, у меня есть рефералы, да, по моей реферальной программе, я сейчас поделюсь, наверное, это не надо так говорить, но мои рефералы, когда вот мне капают какие-то копеечки, да, когда по моей ссылке человек зарегистрировался и продает, я заработала больше 6 тысяч долларов. Это я еще не все сайты посчитала, это просто вот то, что легко было посчитать, я посчитала. Так вот, за вот эти вот, это только рефералы, это только рефералы, которые просто по моей ссылке зарегистрировались. То есть я сто процентов знаю, что люди, которые пошли, скажем так, которых я вдохновила этим заниматься, да, которых я, возможно, ну, как-то вот дала им какую-то, возможно, искру, да, не то чтобы я их там научила, а просто дала искру заниматься этим. Я только заработала, да, там 0,4 цента платит только Shutterstock, да, ну, там все остальные стоки платят примерно столько же. Так вот, в сумме, суммарно, я заработала больше 6 тысяч долларов только с рефералов, поэтому я сто процентов знаю, что люди зарабатывали. Это сто процентов, поэтому я сто процентов знаю, что есть люди, которые с моего канала вынесли пользу, реальную практичную пользу себе в жизни, в реальной жизни, а не только в рамках интернета. И я надеюсь, что мои какие-то вот духовные открытия, духовные поиски также встретят свой отклик и также принесет пользу в реальной вашей жизни. То есть не просто вы видео посмотрели, там, информация для размышления, да, а реально вам это даст пользу, которую вы будете применять, вы будете пользоваться. Это изменит вашу жизнь, возможно, так же, как когда-то это изменило мою жизнь. И я буду этому очень рада, да. Если хотя бы одному человеку эти видео дадут пользу, то я буду на самом деле очень-очень рада и я пойму, что я это делала не зря. Про рефералов я не хвасталась, я просто поделилась тем, что действительно есть польза, скажем так, от моего канала, да. Возможно, даже для меня самой какое-то подтверждение, что то, что я делаю, я делаю это не зря. Это действительно помогает людям в их каких-то, не проблемах, а в их каких-то жизненных моментах, да. Вот, и прошло время нам с вами перескочить на новую ступень развития. А, кстати, я расскажу про Евгения Попова. Наверное, через, спустя уже, наверное, три года, да, и потом у меня были переезды между странами, переезды между городами, я отошла от сайта строения, вот. И потом, когда я вернулась, уже я жила в Турции, я таки прочитала о трансерфинг реальности, вот, потому что я снова вернулась к Евгению Попову, я его периодически всё-таки отслеживала, я слежу за ними в Инстаграме, я подписана на его жену, то есть я очень так следила плотно за этой семьёй, и привязанность, конечно же, далеко не ушла, и я всё-таки прочитала о трансерфинг реальности. Я даже купила курс с Кайзом, и, честно говоря, это было нечто. То есть я реально, наверное, год по кругу смотрела этого Зеланда, мне так нравилось, я просто открыла для себя целый новый гигантский мир. Да, это эзотерика, да, там нету про Бога, но это было уже нечто такое, что мне помогло осознать, что есть что-то выше материи, что есть какие-то ещё другие пласты, что, возможно, всё это правда, что, возможно, знаете, в общем, не только хлеб и зрелище надо людям. Вот я так вот скажу, да, то есть мне это помогло в какой-то степени осознать постепенно, что есть что-то выше мёртвой материи. Вот, может быть, это пафосно звучит, но именно это мне помогло. И я на самом деле очень рада Евгению Попову, что он, скажем так, начал этот проект, скажем так, может быть, не побоялся начинать совершенно другую отрасль деятельности, да. В общем, я действительно была очень благодарна и уже, возможно, это послужило неким первым шагом, первой ступенькой в моём каком-то духовном росте, в духовном развитии. Вот. Поэтому, если у вас первая эмоция – это фу-фу-фу, то, возможно, через какое-то время вы посмотрите по-другому, другими глазами на всё это, как когда-то это было со мной. И, возможно, это тоже для вас будет каким-то толчком в поиске самого себя. Всё. Я желаю всем счастья, всем терпения, всем сил, какого-то устойчивости эмоциональной, чтобы то, что происходит в мире, не выбивало вас сильно из колеи, чтобы ваш внутренний мир был устойчивый, и чтобы внешний мир помогал поддерживать эту устойчивость, а не разрушал её. Всё. Всем добра и позитива. Всем пока.